Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу наш сегодняшний гость, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Ваш центр проводит исследования по всей территории России и также в странах СНГ, по крайней мере, как написано на вашем сайте. Какое внимание балтийским странам уделяется в этих исследованиях? Ну, к сожалению, минимально. Наши западные заказчики, либо внутренние клиенты, я имею в виду крупные компании, они слабо интересуются бизнес-сообществом и его развитием стран Балтии. К сожалению, в последнее время такой тренд устойчивый и не меняется. Ну, а Россия, на ваш взгляд, заинтересована сегодня в распространении своего влияния, может быть, на территории стран Балтии? И насколько вообще страны, балтийские страны входят в интересы России в каком-то смысле? Вы знаете, во-первых, жесткая аффилированность балтийских стран с структурами НАТО и довольно враждебная политика, которая ведется с площадок прибалтийских, она не располагает к более техническим тактам. Вы, наверное, знаете, что некоторое время, с 90-х годов, балтийские банки использовались для отмыва средств. Сейчас с этим покончено. Ну и, что называется, Россия выстроила альтернативную систему, портовую систему, и необходимость в том, чтобы задействовать инфраструктурные объекты на территории Балтии, она просто отпала. Россия как бы немножечко абстрагировалась от торгово-экономического сотрудничества с прибалтийскими странами, и с учетом того, что теперь с их территорией доносится только, ну, скажем так, критика, причем иногда не очень конструктивная, на мой взгляд, контакты затруднены. То есть можно ли говорить о том, что политика определяет экономику, потому что нередко приходится слышать о том, что несмотря на санкционный режим, несмотря на то, что Латвия, Литва, Эстония находятся в Евросоюзе, а Россия нет, экономика все-таки продолжает работать, и миллиардами исчисляется товарооборот между Латвией и Россией. Или, как вы считаете, все-таки политика здесь является доминирующей силой? Ну, политика, к сожалению, подчеркну, является доминирующей в деле выстраивания вот этой конструкции торгово-экономических отношений. Торгово-экономический баланс находится не в лучшем состоянии, это совершенно очевидно. Я не вижу здесь на самом деле проблем с тем, что балтийские страны находятся в составе Европейского Союза, а Россия нет. По той простой причине, что экономически, географически и Россия, и западноевропейские страны являются фактически единым целым. Это искусственное деление, вернее, то деление, которое нам навязывают, оно искусственное. И мне кажется, что преодолевая вот эти противоречия, мы только усилим экономику своих собственных стран. Насколько важным для России является вопрос русскоязычного населения, балтийских стран, насколько она уделяет этому вопросу внимание? Потому что нередко приходится слышать от местных русскоязычных лидеров различных организаций, что Россия недостаточно сильно воздействует и поддерживает соотечественников. Вот как вы это оцениваете? Я согласен с этим консолидированием мнением соотечественников. На мой взгляд, российские органы власти, тоже Россотрудничество, Министерство иностранных дел не делают достаточно для того, чтобы отстаивать права русскоязычных на территории Балтии. Но для этого есть, конечно, основания. Потому что любые попытки изменить эту ситуацию мгновенно расцениваются как попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Но что отчасти является действительно правомерной претензией, только смущает несколько ущемленное положение русскоязычных и русских на территории Балтии, а также смущает восстановление некоторых, мягко говоря, нацистских традиций, которые мы наблюдаем на территории прибалтийских государств. Но не является ли это неким преувеличением? Потому что если судить о Латвии по сюжетам российского телевидения, то складывается впечатление, что здесь маршируют нацисты и так далее и тому подобное. Хотя на самом деле эти акции 16 марта, они не очень многочисленные. В общем, там принимают участие сотые процента от общего населения Латвии и так далее и тому подобное. Вот нет ли в российских СМИ такого гипертрофированного образа врага в отношении Балтийских стран, как вы считаете? Ну, то, что подобного рода мероприятия не запрещены, что является ревизией решения Нюрнбергского процесса, это уже самоупредственно настораживает. А вот ситуация на Украине, например, она выходит из состояния контроля со стороны властных органов и нацистские настроенные элементы там уже, что называется, правят бал. Вот, извините за паху такой, несколько. Вот, поэтому я думаю, что, ну, вам нужно дайте время и вы удивитесь, насколько вирус нацизма окажется живучим в теле гражданского общества. Говоря об Украине, недавно вы заявили, что президент Украины Владимир Зеленский пока не соответствует званию президента мира. А как должно, на ваш взгляд, проявляться его соответствие этому статусу? Ну, во-первых, сам Зеленский назвал себя президентом мира, поэтому я ничего ему не приписывал. Он взял на себя определенные международные обязательства и обязательства перед электоратом, который за него проголосовал 73, по-моему, процента. Да, да, за него проголосовало. И они его воспринимали как человека, который наладит мирный процесс на территории Украины. Пока же до этого далеко. Более того, Зеленский пошел в ровно противоположном направлении, пытаясь вывести ситуацию даже на уровень эскалации. При этом, правда, он использует миротворческую территорию, двигается он в противоположном направлении. Мы это прекрасно знаем тем же политическим телодвижением Петра Порошенко, который тоже в свое время, 6 лет назад, назвал себя президентом мира. Сейчас подобного рода статус, в кавычках, вызывает, безусловно, улыбку в отношении украинских лидеров. Поэтому мы сейчас пока не очень ругаемся на Владимира Зеленского. Пытались разобраться, в чем именно состоит этот план. Но факт остается фактом. Его скритинг стремительно падает за последние два месяца, по моей информации, на 20%. А это уже тревожные звонки. У нас звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Алексей Алексеевич, ведущие вам задали конкретные вопросы по отношению к русске, которых вы бросили. Вы ответили расплывчато и свое мнение конкретно не высказали. Я слежу за вашими публикациями. В частности, ваша книга «Близний круг президента» я ее изучил от и до. И первым, так сказать, в «Близнем кругу» у Путина стоит греф. Вот отсюда и произрастает, так сказать, вся эта политика, про которую вы не говорите. То есть, я считаю, я думаю, что вы меня поправите, что это глубочайшие ошибки в отношении русских в Прибалтике, с Украиной, что вы сделали, сейчас с Белоруссией. И вот об этом вы молчите. Почему вы молчите? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, я не молчу. Вот сейчас, наверное, вы не очень внимательно меня слышали. Я буквально сказал, что мне не нравится та довольно пассивная политика, которую проводится в Министерстве иностранных дел и Россотрудничеством. Я регулярно пишу в разных справках и в разных рекомендациях модели, как можно было изменить эту ситуацию. Но я эксперт, я не представитель власти. Хотя, конечно, вы имеете право высказать мне свои претензии как представителю гражданину Российской Федерации. Ну вот наш радиослушатель упомянул Грефа как человека, приближенного к Владимиру Путину. Насколько высоко его влияние? Я напомню, что Герман Греф глава Сбербанка сегодня в России. Ну, Герман Греф не только глава Сбербанка. Он бывший министр экономического развития России. Он бывший глава Центра стратегического развития России. Да, он принимает и принимал очень... Он имел серьезное влияние на принятие государственных решений. Но на данном этапе его статус, в общем, даже не госслужащим. Он занимает коммерческий пост. Поэтому его влияние на развитие России как таковой, и тем более на внешнюю политику, она крайне мало. При этом он, безусловно, определенным образом влияет на ситуацию, но только в той мере, в которой диктуют и ограничены возможности его, как главы Сбербанка, выдающего кредиты, тем или иным людям, либо структурам. Но сегодня российскую политику, кроме Владимира Путина, определяют внешнюю, я имею в виду, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, или кто-то еще? Давайте так. Внешняя политика Российской Федерации определяется на регулярных и чрезвычайных заседаниях Совета Безопасности, которые регулярно проходят каждую пятницу, и либо собираются, что называется, в чрезвычайном порядке, если для этого есть необходимость. Есть постоянные члены Совета Безопасности, это довольно широкий круг лиц, начиная от президента Владимира Путина, господин Шойгу, министр иностранной обороны, и министр иностранных дел Сергей Лавров, это постоянные члены Совета Безопасности. И существуют временные члены Совета Безопасности, которые приглашаются, что называется, по мере необходимости, по мере актуальности тех или иных проблем, за которые они отвечают в системе государственной власти. То есть это полноценный, очень масштабный коллегиальный орган, который входит в состав аппарата президента Российской Федерации, являясь нечем таким большим. Это своеобразное такое коллегиальное управление страной, которое отвечает в том числе и за формирование внешней полиции. Помимо этого существуют и органы власти, да, безусловно, которые в своей компетенции вырабатывают внешние тренды. Да, это и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны, упомянутые вам. Вы являетесь автором книги «Фараон», и не только этой книги, которая посвящена Владимиру Путину, президенту России. Ваше личное отношение к лидерам России, какое оно? Давайте так, моя первая полноценная, широкотиражная книжка о Владимире Путине вышла в 2001 году, называлась «Who is my Putin?» и кто с ним пришел. Потом я довольно много выпустил книг, порядка 30 о Владимире Путине и его окружении. Я довольно подробно исследую этот политический документ и его влияние на жизнь России, социальную, экономическую и, опять же, политическую. Ну, немцы называют это же «Путин ферштейр», «Понимающий Путин». Я согласен с этой точкой зрения, потому что многолетнее изучение Владимира Путина как политика и как человека дает некоторое понимание о том, как он будет действовать в тех или иных условиях. В одной из последних книг о нем, она вышла только в Соединенных Штатах Америки и на английском языке, она называется «Фараон». Я попытался дать понимание того, свое понимание, как действовал, откуда Путин пришел, кто он сейчас и кто он, возможно, через некоторое время. Название носит провокационный характер, потому что, ну, я историк, и мне показалось чрезвычайно любопытным то, что население России начинает несколько обожествлять Владимира Путина, выдумывая его часто для себя и приписывая ему какие-то свойства и черты характера, которые ему не свойственны и не являются его чертами характера. Я в том числе в книжке попытался разъяснить ситуацию. А что касается вашего личного отношения? Я знал Владимира Путина довольно давно, и я считаю, что главным достоинством этого человека является, что он умеет и любит развиваться. Он изменяется вместе с течением жизни. Это крайне важное качество для главы государства, на мой взгляд. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Это программа «Абонент доступен». Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Спасибо. Извините, еще один маленький вопрос. Да, Александр. Алексей Алексеевич, вот у нас здесь выступал вам всем известный Игорь Губерман. И вот он сказал, что система власти в России это каганат. Паханат. Паханат, да. Вот, паханат. Вот как бы вы охарактеризовали систему власти современную? Спасибо. Спасибо. Ну, насколько я помню, Игорь Губерман является человеком творческим, он поэт. И образность мышления иногда пленяет на самом деле человек и делает его заложником определенных представлений. Я сам пишу стихи, себя поэтом, но тем не менее, я считаю себя творческим человеком. И часто употребляю образы, которые мне кажутся уместны. Но вот тот образ, который применил Игорь Губерман, мне кажется, не корректным. По той простой причине, что, безусловно, элементы тех явлений, о которых вы сейчас упомянули, они присутствуют. Но они присутствуют точно так же в нашей повседневной жизни, в органах власти любых стран, в обществе, в любых обществах, в том числе, называющих себя развитыми. Еще раз повторю, термин по-ханатски некорректный. Я как человек, который изучает эволюцию элит Российской Федерации начиная с 91-го года, и, поверьте мне, я разбираюсь в органах власти и знаю, что мне когда меняется, это не криминальная система. У меня есть книжка, она называется «Российско-организованная преступность и власть. История взаимоотношений». Она вышла в 2004 году и изучается в Академии МВД как учебное пособие. Так вот, я дал историю отношений с криминальной составляющей, российского общества. Знаете, в определенном моменте они перестали пересекаться. Раньше, в 90-х годах, и даже в начале нулевых, это был факт общеизвестный. Да и то, не такой массовый. Я понимаю, что очень соблазнительно сейчас считать власть, любую власть, в России, криминальной и так далее. Но это не так. Не знаю уж, к сожалению, на мой взгляд, это счастье. Вы сказали, что в российском обществе свойственно обожествлять Владимира Путина, что, может быть, опрометчиво. Есть довольно распространенное мнение о том, что Путин хороший, условно, а его окружение плохое. Вот приходилось ли вам с этим сталкиваться и что по этому поводу думаете? Как царь, боярик, мне кажется, тоже некорректный, потому что существование этих самых бояр в месте, оно зависит от пресловутого царя. Но я не зря вам так подробно расписывал Совет Безопасности как коллегиальный орган принятия решений, как бы давая понять, что не считаю в России установившись в политической системе авторитаризм. Это не так. Потому что Владимир Путин, безусловно, вручную может управлять страной, но как эксперт, который изучает особенности управления России за последние 30 лет, я вам скажу, это невозможно. Безусловно, существует некорректная ответственность, которая, к сожалению, у нас исторические предпосылки для этого есть, она сосредотачивается на Владимире Путине и создается ложное ощущение, что Владимир Путин все контролирует и отвечает за все же. Это очень удобно для людей, которые обвиняют власть, которые снимают с себя в том числе свою гражданскую ответственность, делегируют политическую волю и так далее. То есть я намекаю на недостаточно развитых политических людей, которые пользуются распространенными стереотипами о том, что во всем виноват Путин, он должен уйти и так далее. У нас был такой пример в Сирии, когда Башар Асад должен уйти. Ну и вы знаете, чем это все закончено? Башар Асад до сих пор у власти, а все, кто призывал его уйти, сейчас не у власти. Вот такой поворот современной истории. Но ведь Башар Асад в власти, потому что Владимир Путин в определенный момент включился в сирийскую историю и таким образом поддержал Башара Асада, который находился на грани в какой-то момент. А знаете, почему Владимир Путин включился в историю? Вот я поделюсь своим интимным переживанием, потому что в свое время, когда Владимир Путин собирал политологов, я долгое время, буквально четыре с половиной часа просидел, что называется, с ним бок о бок и получил некое представление о том эмоциональном состоянии, в котором находится этот человек. И вот при упоминании того, что случилось незадолго до этого, случилось с Муаммаром Каддафи, у Владимира Путина изменился эмоциональный фон. И он очень, видно было, что он переживает эту ситуацию. Мне кажется, что политическое решение поддержки именно Баши Рассета, который, ну, отнюдь не белый и пушистый политик, это все понимают здесь, в России, во всяком случае, было принято в том числе и учитывая мнение Владимира Путина о том, что так поступать с легитимными лидерами государства, с легитимными главами государства нельзя. Это дурной пример. Это, помните, как кричал Муаммар Каддафи, когда его убивали? Это харам. Так нельзя делать. И мне кажется, что Россия таким образом показала западному миру, что входиться с легитимными на другом стране, как им заблагорассудиться, нельзя. нельзя. Но здесь, пожалуй, Асад скорее исключение, чем правило. Но Россия показала, что есть и другие способы решения ситуации. Можно ли говорить о том, что Владимир Путин в какой-то момент понял, что это может произойти с ним, и это была некая проекция на Башар-Асада? Ну, вы знаете, людям свойственно проецировать на себя беды других людей. Я не скажу, что Владимир Путин представлял себе это. Я не настолько глубоко погружен, что называется, в мир Владимира Путина. Вот. Но полагаю, что некоторые опасения, что называется, возникли. И когда меня сотрудники Госдепа спрашивали, а почему Владимир Путин не уходит? Вот. Я с долей иронии, конечно, но вполне серьезно отвечал. Ребята, вы на самом деле являетесь причиной того, почему Владимир Путин не уходит от власти. Потому что вы настолько на него навалились, настолько его третируете, создаете вокруг него угрожающую ситуацию, что, возможно, он бы хотел уйти и, кстати, он на протяжении вот последних пяти лет в узком кругу признается, что хотел бы уйти от власти и пожить нормальной жизнью, что называется. Я сам свидетель этих признаний. Так вот, нет у него такой возможности, ребята. Если США будут по-прежнему угрожать Владимиру Путина лично, что называется, я боюсь, что эта история с его президентством затянется. Но можно ли говорить о том, что при определенном раскладе Владимира Путина может ждать судьба Милошевича или других лидеров, которые конфликтовали с западным миром, так называемым? Я так понимаю, вам бы очень хотелось мне второй раз задать этот вопрос. Так мне кажется, что нет, это невозможно. Назовите мне хоть одно криминальное действие, которое произвел лидер Российской Федерации, чтобы можно было даже подумать в этом стоите. Я думаю, вы не назовете такого действия. Ну, я думаю, что как раз Крым при определенном ракурсе можно отнести к нарушениям международного права. Крым как раз это идеальная, что называется, операция с точки зрения международного права. Простите уж, мы даже сделали в книжке Владимира Путина, у меня есть такая книжка, мы даже сделали заключение международных экспертов относительно того, насколько все было законно. Так вот, ребята, все было очень законно. Иначе бы уже имелось соответствующее судебное решение. Так что, скорее, это плюс Владимиру Путину, нежели минус. Вы сказали сейчас, что Владимир Путин в куларах признается, что хотел бы уйти и пожить нормальной жизнью. А что касается прогнозов по поводу его президентства, уйдет ли он после 2024 года или же раньше, или вообще, как вы считаете, уйдет ли? Ну, если вы спрашиваете мое частное мнение, то на данном этапе я склоняюсь к пункции, что Владимир Путин уйдет с поста президента Российской Федерации, потому что он склонен исполнять Конституцию Российской Федерации, что он продемонстрировал в 2008 году, когда уступил место президента, позицию президента Дмитрию Медведеву. Однако, я не думаю, что Владимир Путин может позволить себе сейчас самостраниться от решения тех проблем, которые связаны с исполнением так называемых национальных проектов. Я напомню, в 2012 году Владимир Путин принял серию майских указов, которые должны быть выполнены. Они не были выполнены. В 2018 году он выпустил так называемый президентский суперуказ, который стал началом реализации так называемых нацпроектов. Вот на данном этапе ситуация аховая, они не очень хорошо выполняются. Поэтому я думаю, что в 2024 году Владимир Путин вполне может перейти на позицию премьер-министра. он знаком с обязанностями премьер-министра Российской Федерации и продолжит выполнять нацпроекты вплоть до их полного завершения. Результатом является создание полноценного социального государства, чего от него и ждут его избиратели. Поэтому у меня во всяком случае такое видение этого процесса. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте свой вопрос, также пишите в WhatsApp 230-6191. Если посмотреть с точки зрения так называемой либеральной оппозиции, потому что это достаточно широкий спектр, Алексей Навальный как потенциальный кандидат в президенты, насколько это реальная перспектива? Насколько он может об этом говорить серьезно? Во-первых, представители это самая либеральная оппозиция в России с вами не согласятся, что Алексей Навальный является ее частью. Алексей Навальный это очень интересный околополитический феномен, который, да, действительно является триггером некоторых процессов на территории России, но де-факто он полноценным политиком и является. Алексей Навальный человек про деньги. И в 2015 году мы сделали очень подробное исследование в 2015, я подчеркнул, то есть четыре года назад мы сделали подробное исследование про Алексея Навального, как действует его компания, как действует он сам, и прогнозы, которые мы дали в этой книжке, работают до сих пор. И мы оказались правы. Алексей Навальный не политик, это квазиполитик, который использует политическую деятельность для того, чтобы концентрировать значительные финансовые средства. А через некоторое время он вынужден будет покинуть территорию Российской Федерации, чтобы ими, видимо, распорядиться. На данном этапе в отношении структур господина Навального, не его лично, а структур господина Навального, ведется следственные действия на предмет отмывания финансовых средств и неуплаты налогов, насколько мне известно. Вы в своей книге об Алексея Навальном пишете, что в данном амплуа Навального используют, похоже, различные группы влияния, включая кремлевские башни, решающие свои текущие проблемы. Что это за группы влияния, вам кажется, как? И кремлевские башни, кого вы имеете в виду? Это медицинский факт, потому что Алексей Навальный последовательно разваливает любые объединения оппозиционеров, которые они неоднократно пытаются создать для политической борьбы. Его да, у нас сейчас почему-то прервалась связь, но мы надеемся, что она возобновится. Напомню, пока телефон не на эфире. Да, вы пропали, но вернулись. Не могли бы вы повторить последние несколько секунд? Его оппозиции, его вот эти особенности, они используют разными, используются разными политическими группами. Но я имел в виду в том числе и то, что Алексей Навальный фактически работает на заказ. И динамика, и ритмика, и тайминг поступления средств на его биткоиновые счета, они косвенно подтверждают это, потому что они происходят непосредственно перед, либо сразу за очередным громким разоблачением господина Навального. Поэтому еще раз говорю, что к оппозиции в реальной политической борьбе Алексей Навальный имеет отношение. Ну а кремлевские башни кто это? Ну, вы знаете, я хотел бы вам открыть эту тайну, но не считаю корректным, потому что это их игры. Я в них стараюсь не вмешиваться, хотя с удовольствием наблюдаю за вводом и реализацией некоторых проектов. Но взгляд насколько сильны расследования Навального и какой эффект от них? Ну вот, например, Прокостин, он главу ВТБ выпустил. Как человек, который профессионально занимается историей и изучением информационных войн начиная с середины 90-х годов, я вам скажу, что это не настоящие расследования. Во-первых, материалы, которые ложатся в основу таких расследований, как правило, не принадлежат Алексею Навальному, что, еще раз подчеркну, выявляет косвенно их заказной характер. Технических возможностей, которые продемонстрированы в ходе этих расследований, у Навального явно нет, потому что это технологии спецслужб. Я уже немножечко намекаю на кухни, которые тянутся от Алексея Навального в разные стороны. Что касается профессионализма, ну, это действительно эмоциональные материалы с кучей, там, я не знаю, убеждений, вы должны нам поверить на слово и так далее, и так далее, что, еще раз подчеркивает, то, что это информационный продукт. Это не расследование в полном смысле этого слова. Это не журналистское расследование, уж тем более, не результат оперативно разыскивать мероприятия. Хотя элементы этого всего и ОРД, и журналистское расследование там, безусловно, присутствуют. У нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Вопрос к вашему гостю. Роман, как он считает, есть ли в России или за рубежом такой же профессиональный человек, занимающийся такого рода деятельностью, как занимается и ваш гость, взгляды которого и, соответственно, результаты суждений диаметрально расхожи с теми, которые, в свою очередь, описывает ваш гость. То есть, есть ли у вас коллега за рубежом? У меня коллега за рубежом. Если честно, так как у меня есть несколько уникальная ситуация, потому что я этим занимаюсь как во главе Think Tank, который я сам основал и который развивается очень успешно, мы занимаемся очень по многим направлениям. Я занимаюсь и организованной преступностью, и элитами, и спецслужбами, и военной тематикой и так далее. Но, честно скажу, я вот такого универсального специалиста не знаю. Хотя, безусловно, понимаю, что быть глубоким специалистом в многих направлениях я не могу в силу просто того, что я человек. Но у меня есть, конечно, специализации, которые я знаю очень хорошо. Вот. Это училище называется, я этим деньги зарабатываю. Прогнозы. Я даю прогнозы неплохие. Что касается моих коллег, есть, конечно, ряд людей очень умных, очень продвинутых, но они живут на территории России, работают на территории России. Многие в секретных секретных структурах. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, я повторюсь. Я скорее имел в виду не есть ли коллега, а коллега с диаметрально противоположными взглядами по поводу России, Путина и всего прочего, о чем вы сегодня говорили. То есть, оппонент. Вы это имеете в виду? Я вас понял. Но вот на данном этапе я подобного оппонента не вижу. Возможно, он проявится в ближайшее время, звучит как вызов, я не знаю, но пока мое общение с западными коллегами, я общаюсь, работаю с очень многими коллегами, говорит о том, что, к сожалению, мои западные коллеги сейчас несколько смущены тем, что они и их прогнозы в отношении России не сбылись геометрально, вообще не сбылись. То, что западная экспертная мысль сейчас переживает некоторый кризис, и это признание, которое, оно, конечно, болезненное для нас всех, но, тем не менее, это факт. В России происходит то же самое. Мы видим те же самые симптомы снижения интеллектуального уровня, интеллектуального уровня экспертов. И это, кстати, очень тревожный симптом, над которым необходимо думать и последствия которого нужно оккупировать, потому что мы рискуем оказаться во власти людей, находящихся во власти, извините меня, которые принимают заведомо неправильные решения. Это будет обрушение целых политических систем по всему миру. Чего, безусловно, допустить не хотелось, потому что, как правило, за подобного рода вещами следуют глобальные вооруженные конфликты. А нам в ядерном мире такие не нужны. Еще звонок у нас только что сорвался. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Здравствуйте. Извините, Алексей Алексеевич, не могу не задать еще один маленький вопросик. Расскажите, пожалуйста, как была разыграна болезненская карта в контексте Америка, Европа и Литии. Спасибо. Да. Простите, два раза были помехи и ключевых слов я не расслышал. Как была разыграна болезненская карта в контексте международной конфликты? Ну, во-первых, вы, наверное, заметили, что болезненские события происходили параллельно с событиями Венесуэли и Тонконге происходят. Помимо этого в Боливии существуют довольно значительные запасы стратегического света, которые необходимы для изготовления литиевых батарей. Литий, грубо говоря. И мне кажется, что события, которые происходят в Боливии, являются такой легкой формой колониального грабежа, который вот-вот состоится в отношении поливийского народа. Но извините за такой цинизм и откровенность. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Борис меня зовут. Да, Борис. Вот я слушал вашего гостя или как? Да, говорите погромче, пожалуйста, мы плохо вас слышим. Я слышал вашего гостя и как он лестно относился к Путину. Но вот я смотрел интернет, где во Владивостоке, в Новосибирске, во многих городах устраиваются демонстрации и кричат Путин вон и Путин вон. Как он это оценивает? А то все благополучно, все хорошо. Хорошую зарплату спасибо. Спасибо, Борис. Вот такой комментарий. Ну, во-первых, я ни разу не говорил, я ни разу не говорил, что все благополучно, все хорошо. Это притянутая ко мне за уши информация. Второе, я отношусь к Владимиру Путину достаточно критично. Кстати, он об этом в курсе, он это знает. Я, безусловно, ценю его заслуги перед Россией и, безусловно, сбрасывать их со счетов не могу. Те, кто кричат Путин гор, на самом деле лукавят, потому что, когда их спрашивают, а в чем, собственно, это проявляется, они уходят от ответа. Поэтому я, к сожалению, на этот вопрос, ну, сумасшедших и людей анказированных, пароплаченных людей достаточно много в России. Вот, наверное, их голос и расслышал наш уважаемый слушатель. Есть и другие. Кстати, Владимир Путин регулярно демонстрирует очень хорошие электоральные показатели. на всех выборах президента Российской Федерации. Я предлагаю уважать выбор и этих людей. Это с одной стороны. С другой стороны, да, последнее время Владимира Путина в результате его действий, действий его команды политический рейтинг припал. Пожалуй, впервые за длительный период времени, за 20 лет он припал так сильно. Что с этим будет делать Владимир Путин его команда? Ну, посмотрим. Мне так кажется, были совершены серьезные ошибки, которые не могли привести к такому плачевному результату для рейтинга Владимира Путина. Но если он не собирается переизбираться на пост президента то это ему особенно не должно беспокоиться. Ну, вопрос о преемнике. Он уже стоит? Кто может прийти на смену Владимиру Путину на пост президента? Я окажу очень плохую услугу человеку либо списку или этим людям, если я сейчас поменую в прямом эфире. Конечно, мы подозреваем, мы более-менее знаем ситуацию вокруг этой проблемы и, да, есть, условно, определенные аналитические выкладки, которые позволяют сейчас говорить о том, что вот этот человек либо эта группа лиц находится, что называется, в шорт-листе. Но я не буду это говорить, потому что это, я говорю, вызовет на них очень сильный огонь. Но это не новое лицо? Нет, это новые лица, вы, возможно, даже не знаете этих фамилий. То есть это, возможно, темная лошадка для большинства? Я, конечно, открыл несколько, приоткрыл, вернее, так сказать, покров тайны, он сказал, что это должен быть человек сравнительно молодой, то есть мы так поняли от 45 до 50 лет, кстати, это мой возраст, это должен быть человек очень опытный, в том смысле, что он должен пройти определенные структуры власти. Здесь я не могу похвастаться этим опытом, потому что, ну, мы знаем круг этих людей, которые Владимир Путин, и его команды явно готовятся вот к этому амплуа, их несколько этих людей. Ну, и безусловно, он должен быть патриотом. Вот, собственно, критерий, который Владимир Путин в разное время, в разной обстановке, он, менее, сформулировал. Каким бы он хотел видеть этого приема? Широкий круг. Вообще широкий, да. Ну, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент доступен. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.